Привет-привет, дорогие зрители! С вами опять я, а это значит, что в ближайшие полчаса мы будем говорить о кино и сериалах. В сегодняшнем выпуске будет анонсики, например, это раз, два это итоги Золотого Орла, про лучшие наши фильмы тоже стоит говорить, третья рубрика это новости, затем свежие трейлеры, а в конце мнение о фильме, который вышел на прошлой неделе. И да, меня зовут Гоша, а по этим ссылкам меня можно найти в соцсетях. Лайк, подписка и коммент вроде как-то так говорится. Важные дела сделаны, давайте начинать! Новинки кино! На этой неделе в прокат вышло много интересных фильмов и мультфильмов. Каждый я хочу посмотреть, надеюсь, что хватит и времени, и денег. Но в первую очередь я пойду на 19.17 с Эмма Мендеса. Мое кратенькое мнение о фильме можно прочитать в инстаграме, а более развернутый разбор будет в следующей программе. А пока пару слов о сюжете. Из названия понятно, что действие происходит в 1917 году, в самый разгар Первой мировой войны. Двум солдатам дают опасное задание – доставить секретное сообщение, которое спасет жизни многим сослуживцам. Но для этого нужно пересечь вражескую территорию и самим остаться в живых. Некоторые видные деятели кино советуют смотреть этот фильм на большом экране, может даже и в Аймаксе, чтобы увидеть и прочувствовать весь размах происходящего. Нам приказано перейти здесь. За линией фронта немцы. Лошадь! Нужно найти другой путь, иначе погибнем и мы, и твой брат. Я найду. Эта война закончится. Лишь с последней пролитой каплей крови. Нужно уходить отсюда! Давай же! Ты совсем рехнулся? На, оттуда не добраться! Если приказ не будет доставлен вовремя, мы потеряем 1600 солдат, включая твоего брата. Удачи. То, что предыдущий фильм один из главных претендов на Оскар, я говорил уже много-много раз. Но вместе с ним в прокат вышел и другой номинант в престижной категории «Маленькие женщины» от Греты Гервик, чьи фильмы всегда вызывают интерес не только у зрителей, но и у критиков. Действия экранизации одноименного романа «Луиза Мэй Олкотт» хоть и разворачиваются в годы Гражданской войны в США, но все так же поднимают темы, актуальные прямо сейчас. За 2 часа 15 минут нам расскажут истории четырех сестер, у каждой из которых есть свои мечты и свои проблемы. Также стоит отметить потрясающий актерский состав. Не буду всех перечислять, просто посмотрите трейлер. Я намерена добиться всего сама. Это никому не под силу, тем более женщине. Придется найти выгодную партию. Но ты ведь не замужем, тетя Марч? Все потому, что я богата. Джо, может, потанцуем? Не могу. Я прожгла свое платье, и Мэг велела мне не двигаться, чтобы никто не заметил. Тогда у меня есть отличная идея. Джо неисправима. Поэтому теперь вся надежда на тебя. Я считаю, мы сами выбираем, кого любить. Любовь не случается просто так. Поэты с этим поспорили бы. Уедем. Сейчас. Я продам свои рассказы. Джо! А ты? Тебе суждено стать актрисой и блистать на сцене. То, что мои мечты отличаются от твоих, не значит, что они не важны. Я люблю тебя с первой нашей встречи, Джо. Сердцу не прикажешь. Если мы поженимся, это будет катастрофа. Вовсе не катастрофа. Мы будем несчастны. Джо, Джо, я буду образцовым мужем. Не могу, не могу. Новая пьеса авторства мисс Джо Марш. У женщин есть ум, есть душа, есть сердце. Либо я стану великой, либо никем. Они амбициозные, талантливые и просто красивые. Я больше не хочу слышать, что у дел женщины удачно выйти замуж. Просто не могу этого слышать. Некоторых людей просто невозможно изменить. С горем пополам, наконец-то до проката добрался фильм Кома. Тизер фильма был опубликован еще в сентябре 2016 года. Тогда планировалось, что лента выйдет примерно через год после этого. Но потом с 2017 года перенесли на 2018, затем на 2019. Хочется верить, что все переносы были связаны с доработкой графика и сюжета, если у него были проблемы. Дело в том, что компьютерные эффекты, используемые 4 года назад, могли просто-напросто устареть. Поэтому смотреться на экране будет не очень. Тем более, что визуальная составляющая фильма велика. Ведь по сюжету главный герой после страшной аварии попадает в Кому. Он выясняет, что Кома – это целый мир, построенный на воспоминаниях тех, кто здесь оказался. Как мы знаем, память изменчива, как и мир Комы, где легко нарушаются законы физики. В общем, главный герой должен преодолеть все испытания и вернуться домой. Тут выживать. Мир, сотканный из воспоминаний, стал для нас реальностью. Мы стали его частью. Хватит ли нам сил отыскать дорогу домой? Сможем ли когда-нибудь снова проснуться? Миллион мелких осколков Миллион мелких осколков – еще один фильм, который я жду с того момента, как только узнал о нем. В режиссерском кресле Сэн Тейлор Джонсон, а в главной роли ее муж Аарон. Он играет писателя, который неожиданно для себя очнулся на борту самолета. Он не помнит, как на нем оказался. Выясняется, что он летит в реабилитационный центр, чтобы пройти лечение, которое должно помочь избавиться ему от зависимости. Там он знакомится с харизматичным криминальным боссом и очаровательной девушкой. В прокате стартовал детский мультфильм «Плеймобил. Через вселенные». Да-да, прокатчики просто хотят привлечь внимание зрителей, отсылаясь на успешный мульт про Человека-паука. Но это название также подходит и по сюжету. Итак, по порядку. Главные герои – брат с сестрой, которые, увлекшись игрой, попадают в мир игрушек «Плеймобил». Я, кстати, не знал, что «Плеймобил» – это популярная серия игрушек. Почти как Лего. В этом мире они теряют друг друга. Сестра должна найти брата и вернуть его домой. В этом ей помогают новые друзья. Они узнают, что младший брат, скорее всего, в плену у императора Максимуса. И чтобы вызволить его, нужно пройти пять миров. Землю викингов, мир юрского периода, Дикий Запад, волшебную страну и шпионский город. Каждый из которых отсылает нас на известные киновселенные. В нашей сверхсекретной организации установлено, что агенты императора Максимуса похищают людей из пяти киновселенных для участия в гладиаторских боях. Жуть-жуть-жуть. Мы должны добраться до Колизея, обезвредить Максимуса и спасти пять вселенных. Это же совершенно не опасно и просто элементарно. Попробуй жить. Я на сто процентов в этом сомневаюсь. Как же он хорош! Аж безет! Когда игрушки попадают в историю... Никому не удастся проникнуть в мой суперохраняемый город. Запрыгивай! Они играют по-крупному. Пора идти спасать мир. Волшебную страну и землю викингов. Шпионский город и мир юрского периода. Они настоящие! Это было очень страшно и весело. Страшно-весело. Спасут только новые супергерои. Выпускайте Кракена! Кажется, это твои фанаты! Рекс, подожди! Я знаю, ты любишь меня. Тебе не нужно говорить этого вслух. Дастин, jump in the road! Да я просто хотела сказать, что ты забыл свои солнечные очки. Как же классно с вами, напарники! Плеймобилфильм через... 24 января в первом павильоне Мосфильма подвели отечественные киноинтоги 2019 года вручек «Золотых орлов» лучшим из мира кино и сериалов. С некоторыми наградами я согласен, а некоторые победители вызвали недоумение. Кстати, перед церемонией шутили. Что с Петровым получит орла? Ведь почти в каждой номинации присутствует проект, где сыграл Петров. А в каких-то даже дважды. Итак, лучшим отечественным фильмом назвали картину «Клима Шипенко. Текст». Что неудивительно, действительно хорошее и мощное кино. За этот же фильм Саша Петров и Иван Янковский были признаны лучшим актером и лучшим актером второго плана соответственно. Лучшей актрисой стала Виктория Мирошниченко, сыгравшая в «Дылде». А за фильм «Одесса» Евгения Брик получила звание лучшей актрисы второго плана. Режиссерскую и сценарную награду забрал Алексей Сидоров за Т-34. Что, на мой взгляд, очень спорно. Ведь с ним соперничали все те же Клим Шипенко и Кантемир Балагов. «Золотого орла» за лучший анимационный фильм получил Константин Брензит за «Он не может жить без космоса». Кстати, этот небольшой мультфильм претендует и на Оскар. Давайте же посмотрим отрывок. «Он не может жить без космоса». В мире сериалов и телевидения следующие результаты. «Годунов» стал лучшим мини-сериалом, а среди лучших сериалов, где эпизодов больше десяти, стал «Ненасти». Павел Деревянко получил «Орла» как лучший актер, сыграв в сериале «Домашний арест». А лучшая женская роль оказалась у Анны Михалковой за «Шторм». Как вам такие результаты и как вы относитесь к отечественным кинематографу? Сериалы наши смотрите? Жду ваших ответов в наших социальных сетях. В итоге «Трансформеров» решили полностью перезапустить, но уже вроде как без Майкла Бея. На данный момент разрабатываются два фильма, один из которых будет связан с Бамблби. Отличная новость для любителей киновселенной Марвел. Сериал «Сокол и Зимний солдат» выйдет на стриминговом сервисе Disney Plus уже в августе этого года. Еще немного о Диснее. Я уже говорил, что «Мышинный дом» не собирается снимать оригинальный контент. Только спин-оффы, сиквелы и ремейки. Вот и Бэмби теперь станет игровым фильмом, примерно так же, как и «Король лев». В этом году роман Каримов очень продуктивен. В августе и в ноябре выйдут два продолжения его фильмов «Неадекватные люди» и «Гуляй, Вася». Каримов не только срежиссировал, но и написал сценарий. В прошлой программе я рассказывал, что вы можете повлиять на локализацию названия нового фильма с Дэниелом Реклифом. Прокатчики сдержали слово и выпускают фильм под названием «Пушки Акимба», за что и проголосовало большинство. Хильдор Гуднадотер получила Грэмми в номинации «Лучший оригинальный саундтрек, записанный для визуального представления». Причем не за Джокера, а за Чернобыль. Кинокомпания «Метро Голденмайер» может быть продана в ближайшее время. Уже состоялись переговоры по этому поводу с представителями Нетфликса и Эппл. Клаус получил так называемый анимационный Оскар. А если быть точнее, то премию Калифорнийского филиала Международной Ассоциации Анимационного Кино, которую по престижности для аниматоров сравнивают с Оскаром. Джим Керри признался, что не против сыграть во второй части «Маски», но все зависит в первую очередь от режиссера. Керри сказал, цитата, «Я вернусь, если это будет какой-то безумный режиссер со своим видением». 30 июля в прокат выйдет «Морбиус», действие которого будет происходить в «Одном мире с паучком и вином». В главной роли Джаред Лето. Стойте! Ты наделен даром. И так было всегда. Если есть лекарство от твоей болезни, ты его найдешь. Я давно должен был умереть. Но я жив, а значит, все исправлю. У меня редкое заболевание крови, и время уже на исходе. Это мой последний шанс. Скажи мне, что ты задумал? Кое-что не вполне законное. Не хочу, чтобы ты страдал сильнее, чем сейчас. В этом мое спасение. Бегом! Но какой ценой? Майкл. Что с тобой? Я видел смерть. Но сейчас я живее всех живых. Во мне растет невероятная сила. У меня появилась эхолокационная способность. И просто всепоглощающая жажда крови. Как далеко мы можем зайти, чтобы... вернуть все на круги свое? В этом году, а точнее 2 апреля, на экраны вернется кролик Питер. Какие вот тут приключения в этот раз? Смотрим трейлер. Уже не обязательно меня есть. Забыл. В твоем распоряжении все вот это. Да-да-да. Просто у меня теперь столько энергии, благодаря растительной диете. Не пробовал бег трусцой. Думаешь, поможет? Отчаянно на это надеюсь. Думи, это мистера Матгрегора. У нас теперь общий сад. Видишь? Клянусь, это не для меня. Питер! Так я и знал. Нет, нет. Оставь в покое мои помидоры. Тут полно других овощей. Он такой наглый. Он и вправду немного избалован. И ты тоже так думаешь? Они только и делают, что говорят мне, какой я плохой. Может, мне без них и лучше. Да что ж такое? Эй, тебя зовут Кролик Питер? Ага. Я дружил с твоим отцом. Серьезно? Возьми персик. Маш, отсюда, прочь! Беги, сынок. Питер, что с тобой случилось? Я встретил старого папиного друга. С ним так весело. А это городской сад Матгрегоров. Что это за волшебное место? Это фермерский рынок. Звучит угрожающе. Я бы не предложил, если бы это было опасно. Клянусь. Ладно, поклясться не могу. Вы в деле или нет? Быстрее. Уходим. Нет! Им уже не поможешь. Ты должен остаться с нами. Моя семья в беде. И это я виноват. Я должен спасти их. Других кроликов поймали. А еще поросенка. И ежика. И барсук с ними. Почему ты мне помогаешь? Отцовский долг. А все так хорошо начиналось. Пальма. Трогательное отечественное кино, сюжет которого схож с хатика. Пальма это кличка пса, которого оставили в аэропорту и который каждый день приходит в надежде снова встретить хозяина. В кино с 4 июля. Меня зовут Коля. Я нашел вашу собаку, Пальму, которую вы оставили в аэропорту. Пальма очень скучает по вам. Она каждый день ходит в взлетной полосе встречать самолет, на котором вы улетели. Она ни за что не перестанет вас ждать. Потому что вы для нее лучший друг. А друзей не бросают. Возвращайтесь скорее за Пальмой. На прошлой неделе я решил пойти не на новую часть «Плохих парней», если честно, предыдущий даже не смотрел, а на «Марафон желаний». Дебютный фильм Дарьи Чаруши как режиссера и Александра Гудкова как сценариста. Немного о сюжете. Главные героини расстаются со своим женихом за несколько дней до свадьбы. Чтобы утешить и помочь, подруга зовет ее в Ханты-Мансийск, где проходит семинар и куда должна приехать женщина, которая исполнит любое желание. А также советуют написать 7 своих главных желаний в блокнот. Но неожиданно пересадка в Пулково меняет жизнь главной героини. Давайте глянем тизер перед тем, как я перейду к разбору. Марина, что тебе надо? Я никогда замуж не выйду. Что это за чушь? У нас каждая пятая женщина в семье без мужика остается. А ты записалась на марафон? Да фигня это все. Марафон желаний это бомба. Ты понимаешь, загадываешь и все тебе просто в карманы сыпется. Даже то, что не сыпется. Давайте поможем женщине. В смысле женщине? Просто с периферией недопоняла. А что это мы обзываемся? Нет у меня никакой периферии. Каждая женщина имеет личную связь со вселенной. Вся энергия. Я думал, этот фильм меня приятно удивит. Ведь так же было мало известно. И такие же аляпистые постеры были у Я худею и Пятницы. Но фильм немного не дотянул. Дело в том, что завязка сюжета очень затянута и скучна. Она полностью сбивает темп фильма. Если же вы на этом махнете рукой, то с того момента, как героиня прилетает в Пулково, начинается интересно и даже смешно. С некоторых шуток я похохотал в голос. По факту, это доброе кино про веру в чудо, про то, что у нас все получится. Стоит только приложить силы и поверить в себя. Кстати, интересный момент. Кстати, интересный момент. Мне удалось перекинуться парой слов с режиссером фильма Дарьей Чарушей. Она ответила на мою историю с танцем во время титров марафона желаний, где я написал то, что фильм норм, стоит только перетерпеть начало. Она же посмеялась над танцем и поблагодарила, что я вытерпел завязку. Также она посетовала, что все сейчас зависит от сборов. Поэтому, если хотите поддержать молодых и талантливых людей, чтобы в будущем они сняли фильмы лучше, то сходите в кино. Опять программа незаметно подошла к концу. Мне кажется, выпуск был интересным, а следующий будет еще интереснее. Поэтому не прощаюсь, потому что встретимся с вами через неделю в это же время, в этом же месте. И больше вам хороших фильмов и сериалов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова